Я беру термос, он твердый, в принципе, я его вижу как твердый, я его ощущаю как твердый. И вот точно так же мы начинаем относиться как к чему-то незыблемому, твердому, к своей мысли какой-то, к своему убеждению. Проявления твоего ума являются иллюзиями. Пустотность, качество пустотности, что это такое? Это когда ты проживаешь, чувствуешь, ощущаешь, видишь, как угодно это можно назвать, что твои мысли это фикция, иллюзия, галлюцинация, работа твоего воображения, фантазия, как угодно можно это назвать. То есть мы с вами говорим о том, что есть у нас такой затык, как бы мы такие уверенные, что вот моя картинка в голове, она соответствует объективной реальности. А это всегда не так. Всегда не так. Любое наше представление о реальности будет всегда меньше и беднее самой реальности. Всегда. Оно будет только частично отражать реальность. И если я в эту картинку в своей голове поверю, а я буду себя в ней убеждать наверняка, я буду искать подтверждение этой картинки обязательно, даже бессознательно я это буду делать, будет срабатывать мое выборочное восприятие, я у кого-нибудь спрошу, мне кто-нибудь скажет, да, я тоже так считаю. А ты такой, ага, галочку поставил себе. Значит, вон мне еще один человек подтвердил, да. Потом, значит, что-нибудь еще, какие-нибудь подтверждения понаходишь. Все, ты себя убедил в этой картинке. И ты поверил в то, что эта картинка это нечто твердое, то есть нечто реальное, настоящее, да. То есть вот как вот термос, да, то есть я вот беру термос, он твердый, в принципе, я его вижу как твердый, я его ощущаю как твердый, да. И вот точно так же мы начинаем относиться как к чему-то незыблемому, твердому, да, к своей мысли какой-то, к своему убеждению. Ну, это иллюзия. То есть, ну, даже вот просто подумай, да, наша мысль, это всего лишь, как, это несуществующий объект. В реальности он не существует. Ты свою мысль руками не потрогаешь. Вот как этот забор, например. Не ощутишь его прохладу, прохладу своей мысли там или чего-нибудь еще. Вот. Точно так же, точно так же человек убежден, да, вот когда он погружен в эмоции какие-то, он убежден, что его эмоции реальны, что они имеют право быть, что они такие серьезные, твердые, незыблемые. И как тут с ними не делать ничего, если они вот здесь, они, вот, я их ощущаю. Они настоящие, вот они. А во время медитации что происходит, да, вот мы в медитации направляем свое внимание на мысль, и если мы наблюдаем мысль, она исчезает. Мы перестаем подпитывать этот мираж внутри себя, да. А обычно мы его подпитываем всячески, да. Если перестаем, если просто наблюдаем, созерцаем, да, ничего не делая со своей мыслью, она исчезает, пам, как мыльный пузырь. Как будто ее и не было никогда. Она состояла из пустоты, наша мысль. Та же самая история происходит с эмоцией. Вот ты такой весь в гневе там или что, в обиде в какой-нибудь. Стоит тебе на секундочку взглянуть со стороны на свою вот эту эмоцию, как она начинает таять. Стоит тебе перестать ее фиксироваться на ней, да, подпитывать ее постоянно. Как она начинает исчезать. И ты такой, ой, 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 ты куда? И она, пам, в какой-то момент, да, с характерным звуком исчезает. И ее нет. Это тоже была фикция. То есть ты обнаружил пустотность своей мысли в этот момент. Как это можно описать, вот этот феномен, да? Когда исчезает твоя мысль, в процессе твоего просто наблюдения ее. Ты обнаружил пустотность, пустотную природу своей мысли. Иллюзорную природу своей мысли. То же самое ты обнаружил иллюзорную природу своей эмоции. Что это не материальный твердый объект, а это нечто ненезыблемое, это нечто такое, что, пам, легко растворяется, исчезает. Хотя до этого казалось чем-то вообще непреодолимым, нереальным, вообще твердым, да? Та же самая история с ощущениями. Ощущения также растворяются. Стоит тебе наблюдать, а не подпитывать свое ощущение своими переживаниями, оценками, размышлением, почему они у тебя есть и так далее, раскачиванием этого маятника. Ощущение тоже исчезает вдруг. Ты думал, о господи, как, вот, Альмир, вы же рассказывали, да? О господи, как мне жарко, да? Когда это кончится, оп, а дай-ка понаблюдаю. А уже и не жарко. Так ведь было же ощущение такое реальное, такое настоящее. Казалось, сейчас помрешь от жары вообще. Да? Прям что-то твердое, прям такое оно, незыблемое. А в итоге нет. Фикция, тоже фикция. Напряжение куда-то, пам, растворилось тоже в теле. Тоже фикция была, получается, да? Ну, раз оно исчезло, так быстро, причем. Вот, и вот это вот все называется постижением пустотности качества своего ума. Вот так это можно описать. Пустотностью проявлений своего ума. Что проявления твоего ума являются иллюзиями. Включая твои черты характера, эмоции, с которыми ты себя отождествляешь, убеждения, которые ты себе передумал за всю свою жизнь. Да? Вот, и так далее. То есть, любые проявления своего ума, вот начни их наблюдать, и они начнут исчезать. Но самое интересное происходит в момент, когда исчезает тот, кто их создает. Потому что в момент, когда вы находитесь в наблюдении, происходит чудо. Мы с вами это описывали на вот этой картинке, да? Прямая процесса восприятия. Наш ум, который включает в себя нашу личность, проявляется в момент интерпретации и оценок. Вот здесь, на фазе номер два. В момент наблюдения мы просто регистрируем, нашей личности в этот момент как таковой нет. Потому что в ней нет необходимости. И только когда возникает необходимость в интерпретации и оценке, проявляется наша личность, качествами которой является интерпретация и оценка. И в момент, когда ты во время медитации останавливаешься вот в этой фазе, замечаешь вот этот момент наблюдения, фазу номер один, ты сталкиваешься с тем, что в этот момент исчезает тот, кто создавал все элементы твоего ума. Исчезает сам ум. То есть в этот момент... Вот если вы когда-нибудь испытывали состояние наблюдения, то вы наверняка знаете, о чём я говорю. Потому что когда ты наблюдаешь, вот если ты, ну, после этого, например, попробуешь себе ответить на вопрос, а кто наблюдал? Вот кто? Вот Павел Баранов в тот момент был, вы поймёте, я пойму, что его не было. Не было Павла. Я себе не говорил в этот момент, что я Павел, я не вспоминал всю свою жизненную историю, как я выгляжу, какая у меня прическа, и какие у меня черты характера и так далее. Всего этого не было. Был просто процесс восприятия. Было просто присутствие. Не было субъекта, был сам процесс воспринимаемый. Сам процесс восприятия. Вот. И вот что в этот момент происходит? Когда ты знакомишься с состоянием наблюдения, да, вот на более глубоком уровне, когда исчезает твой ум, в буддизме, например, это описывается, как постижение пустотной природы ума, иллюзорной природы ума. Хотя до этого ты к своей личности относился как к чему-то твердому, незыблемому, настоящему, что можно потрогать руками, с чем необходимо смириться и считаться, и все такое прочее, да. А на самом деле это была фикция. И сначала для тебя это просто было теорией, а может быть, ты даже об этом и не знал, может быть, даже теории для тебя это не было. Но когда ты испытал это состояние, ты прожил это на личном опыте. Понимаете, да? И когда ты, то есть сначала в процессе медитации ты осознаешь пустотность элементов своего ума, а потом в какой-то момент ты знакомишься с пустотной природой самого ума, самой своей личности. Вот это состояние наблюдателя, про которое я говорю, например, в Адвайто-Виданте описывают, Адвайто-это индийское учение. Переводится Адвайто недвойственность. То есть учение о недвойственном восприятии, неразделяющем восприятии. Вот эта фаза, вот это состояние, которое я сейчас описываю, там описывают как индивидуальность без личности. То есть в момент, когда есть наблюдение определенного уровня, вот это состояние, когда оно проявлено, ты воспринимаешь себя еще некой индивидуальностью, что есть еще некое воспринимающее начало, но нет уже личности в этом процессе. Ее нет. А это значит, что в этот момент исчезают все продукты жизни и деятельности твоего ума. В этот момент исчезают все твои эмоции, исчезают все твои мысли. Ты перестаешь их создавать. Некому их создавать больше в этот момент. И ты этим качеством можешь пользоваться потом, впоследствии. Чтобы, например, исчезала твоя эмоция какая-то, которая тебе не нужна уже. Помочь своему мозгу снова вернуться в адекватное состояние после перенесенного стресса, если он был перенесен, например. И так далее. То есть человек познает нетвердость своей психики таким образом. И зачем я это все сейчас рассказал? Еще раз. Я всего лишь сейчас объяснил символизм, который используется в буддизме, когда изображают Будду и два бодхисаттвы. То есть это неких два персонажа рангом пониже, которых изображают вместе. Еще раз, что это значит? Это значит, что тому состоянию, которое описывается как состояние Будды или состояние свободное от омрачений, соответствует, сопутствует два качества. Качество пустотности, осознавание пустотной природы всего, своего ума в первую очередь, и всех его продуктов, и различающая мудрость. И в том числе эти два качества можно нарабатывать у себя. И они в свою очередь, то есть это работает в две стороны, и они в свою очередь являются инструментами, приводящими тебя к некоему состоянию, создающими благоприятные условия для проявления вот этого самого особого состояния. Субтитры создавал DimaTorzok